Всех приветствую на своем канале. Этот обзор будет посвящен моей новой обновленной коллекции лаков. Было у меня в личных сообщениях запрос такой на видео. И я помнится написала, что девочки, что сделаю на ближайших два днях или как-то так. Ну, в общем, не получилось у меня раньше. Получается сейчас. Если вам интересно это видео, то пожалуйста, оставайтесь со мной. Если же нет, то можете выключать и делать какие-нибудь свои дела. То бишь, чтобы не тратить на меня свое время, а потом не писать об этом в комментариях, что вот вы, бедные несчастные, смотрели это видео. Ну и, пожалуй, начнем. В общем, лаков у меня не так много. И на данный момент у меня их 7 штук. Вот у меня сейчас, так сказать, маникюр. Я, конечно, хотела сделать его цветным, но у меня несколько ограничено по времени свободным. И я скоро собираюсь идти в гости. Поэтому, так как еще лак имеет свойство то сохнуть, то смазываться, что меня очень сильно иногда нервирует, особенно если время несколько в обрез, то я решила ограничиться просто вот таким лаком от Алены О. Привет тебе, если смотришь меня. Вот это лак Эйван. Там, кажется, это база под лак или что-то такое, я не помню. Но я ее пользую или как отдельный вот такой вот прозрачный лак, или реально как базу. Ну, как у нас кто-то там в каменных девчонке написали, я, откровенно говоря, не помню. Поэтому, если что, не обижайтесь, что не называй по имени. Что это, скорее всего, лак, больше пользоваться, чтобы краска не въедалась в ногти, допустим. Так, да? Ну, не дословно, но суть такая. Да, кстати. Ну, вот тут. Кисточка вот такая. И сейчас капнет капелька. Он довольно такой... Ну, в общем, он легко наносится. Он несколько такой жидковатый, но, учитывая, как тут видно, что я им усиленно пользуюсь. Ну, не то, чтобы усиленно, но довольно-таки пользуюсь. И у меня пару раз я его брала к Женьке на левый берег, и она тоже им себе красила ноготочки. Вот такой у меня есть лак. Пахнет клубничкой. Это мне пришел, кажется, в первой поменяшке от Насти Зарецкой. Привет тебе тоже, если смотришь меня. Это Aroma Red, красный ароматный от Cosmopolitan. В общем, он мне очень нравится. Я им красилась, когда поехала в Карабиху, когда мы гуляли с Аленкой. И тоже привет тебе, если смотришь меня. И, соответственно, когда я выступала в Карабихе. Я тогда накрасилась утром, краса ногти написала товарищу, с которым общаюсь, что внезапно лак пахнет клубничкой. Мне на что ответили внезапно токсикоман. Кстати, вот крышечка такая мягкая. Даже не знаю, с чем сравнить, но если вы когда-нибудь на велосипеде катались, то обычно я не знаю, как у современных велосипедов, но у советских, они вот такие вот мягкие немножко ручки. В общем, вот такая вот кисточка. Сейчас тоже будет капелька. Лак жиденький, очень хорошо наносится. Можно сделать один слой, и он будет такой полупрозрачный. Можно сделать два слоя. Он будет такой яркий, такой ягодный. Кстати, сейчас он пахнет или нет? Ну, может, наверное, все-таки чем-то пахнет. Не сильно так этим самим лаком отдаёт. У меня слегка заложен нос, но, в общем, он, видать, не настолько пахнет лаком, иначе меня бы прошибло. В общем, он мне очень нравится. И вот, Насте, за это огромное спасибо. Значит, я пользуюсь им с удовольствием. Этот лак от Эйвен пришёл мне в подарок. Вот он уже тут слегка цвет поменял, консистенцию. Он жутко полосит. Слово полосит и набралось от Аленки, от её видеообзоров. В общем, это жёлтый лак от Эйвен. 10 мл. Сделано в Англии. Хреново сделано в Англии. Мы им... Вот, кстати, на ногтях, на ногах он классно выглядит. Он хорошо, он не полосит. Я не знаю, чем ногти на ногах от рук отличаются. Но вот мы с Женькой делали педикюр, и нам очень понравилось. Он долго держится, больше двух недель. Чётко так на руках у меня все лаки держатся максимум в сутки. Вообще, мало того, что он полосил, неровно накладывался, он ещё и держится недолго. Но у Женьки, соответственно, тоже недолго держится. Хотя тут видно, что мы ему поюзали немножко, и дальше он стоит. Есть не просит. Ещё потрясу. Но вот как-то вот раньше, давно-давно, когда мелкая была, в лак добавляли такие металлические шарики. Не знаю, как сейчас добавляют или нет. Можно было потряси, и он становился такой однотонный по консистенции. Так, мало того, что он ещё и засох. По ходу дела, нам не судьба его открыть. Мало того, что он полосит, сменил. Вот я не знаю, видно в видео или нет. У меня сейчас стоит режим еды. Это когда яркие такие все вещи видно довольно хорошо. В общем, он мало того, что засохло, не отвернуть эту крышечку, или у меня силы мало, каша мало ела, да. Он ещё вот видно, что тут вот такие светлые полосы, сам по себе светлый лак и оранжевые такие. В общем, хреновый лак. Не очень хороший, хотя он, в принципе, такой этот, можно сказать, свежевыжатый. Ну, в смысле, сделанный недавно. И, соответственно, не просроченный, ну, просто плохой. Вот такой у меня лак, когда-то давно подарила Женька, я вообще не пользовалась. 6 мл и сделан он в Польше. Но он довольно открывается нормально. Вот такой с блёстками. Возможно, когда-нибудь схожу к Женьке, она меня накрасит или сама накрашивает. Так. Вот такой у меня лак от Ифраше. Это я год назад его покупала. Ну, и частично, в принципе, пользовалась. Это у нас коллекция Лето. Цветочная лагуна. 5 мл лак для ногтей. 56 номер. Красное солнце. Мне вообще и фрешевские лаки нравятся. Хотя они у меня точно так же держатся только сутки. Вот тут такая удобная кисточка. Хотя я в кисточках особо не понимаю. Ну, я как-то и лаками-то то крашусь, то и нет. Но мне её очень удобно. Она такая хорошая. Он жиденький. И вот он уже ему больше года. И он всё ещё в нормальной состоянии. Такой вот очень летний яркий лак. А этот мне тогда можно было выбрать в подарок. И как раз если покупаешь один лак, мы помню, тогда с Аленкой заходили. Его я пользовала больше. Потому что чего-то мне тогда очень нравился этот цвет. Это тоже у нас, соответственно, Ифраше. Кулер Натур. Коллекция Солнечные дни. 5,5 мл. 113 номер. Черешневый коктейль. Ну, с одной стороны, мне кажется, может казаться коричневым. Он на самом деле, это действительно под цвет такой яркой, зрелой, сочной серешни. Ну и он тоже удобная такая кисточка. Вот. И он сразу вот, кстати, что красный, то бишь, можно сказать, оранжий, что вот этот, что этот, можно с одного раза сразу уже провести слой. И будет уже, ну, не обязательно накладывать второй, уже сразу с одного слоя. Такой конкретный цвет хороший, яркий идёт. Ну и вот этот лак, это мне подарила Аленка. Это от Эвелин. Мини Макс. Лак для ногтей, кстати, вот не поверите, я только сейчас заметила, что тут по-русски ещё написано лак для ногтей. Номер 574. Ну, я думаю, что всё-таки номер, да? Это красный у нас. Так. Ну, тут особо вроде ничего нету, но вот он, конечно, классный. Он мне нравится по цвету, но мне очень неудобная кисть. Для меня это неудобная очень кисточка. Женька-то ей привычнее. Ну, вообще привычнее, когда вот, когда тут третья рука бы была, да? Там, понятно, удобно было бы как-то наносить. Здесь очень маленькая, но широкая кисточка. И, в принципе, с одного слоя его хватает. Тоже в один слой очень классно получается. Он такой, немножко, мне кажется, даже в кровь отдаёт кровавый такой красный. Но кисточка маленькая. Ну, в принципе, не то, чтобы маленькая, а сама вот эта вот неудобно держать. Она такая куценькая. Вот, похоже, в фрошей были лаки такие по 3 мл. Я не знаю, сейчас они живые или нет. Ну, в смысле, есть ли у них в производстве, в продаже. Там были тоже такие малюсенькие флакончики 3 мл. И там малюсенькая такая была кисточка. Тут она широкая, но за счёт вот этой куценькой коробочки, она, крышечки, она очень маленькая и мне неудобно. Я пока ещё не приноровилась ей пользоваться. Хотя лак очень классный, он мне нравится. В общем, вот такая у меня коллекция лаков. Если вам это было интересно, ну, или полезно, или что-то в этом роде. Если вы досмотрели до конца, то я очень рада. Ну, и до новых встреч. Пока!